Лариса Фостерова в негодовании съемочной группе женщины демонстрируют остатки воды в кране. На втором этаже ее уже нет, но главная проблема в том, что отопление может выйти из строя, а на дворе не май месяц. Прохудившаяся от старости труба стала причиной протечки. Даже не смыть грязной раковина, воды вот вообще, ну это остатки полились. То есть мы не можем ни искупаться, ни помыться, ничего. Лужи возле дворов надоели соседям, вот и позвонили специалистам водоканала с просьбой устранить неполадку. Мастера приехали и перекрыли подачу воды на участке, вот только теперь ни постирать, ни искупаться. Людям исправно подвозят воду, но это не выход из положения. Поломался кран, который идет сюда, воду. Водоканал переехал, вместо того, чтобы исправить его. Они прекрасно раскопали этот колодец, перекрыли нам воду, закопали колодец и уехали. Данный участок трубопровода не стоит на балансе предприятия Курганецкий групповой водопровод. Делать ремонт должны собственники домовладений. Мы согласны, готовы собирать деньги, подтверждают жители. Вот только мастера предложили подождать до весны. Это невозможно, понимаете, у меня муж инвалид первой группы. Мне как минимум стирать нужно через день. Как минимум, понимаете, да, все остальное, что человека нужно привести в порядок. Он лежит. С просьбой прокомментировать ситуацию и внести ясность мы обратились к генеральному директору Курганецкого группового водопровода. Участок аварийный, подтвердил Сергей Абрамов, но все поправимо и можно решить на месте. Так, водоканал, они должны обратиться к нам за выдачей технических условий и с просьбой рассчитать смету. Когда мы выдадим договор, естественно, мы тянуть не будем. Понимая, что люди без воды, мы сделаем. Дать не надо. Жильцам остается одно – обратиться с заявлением к руководству предприятия, собрать деньги на ремонт водопровода. Приступить к работам мастера могут сразу после заключения договора.